МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турнира менее 12 часов. Волнуетесь? Волнения как такового нет. Поэтому все спокойно. Проходит в обыкновенном режиме. Готовимся. Расскажите, а как готовились? Мы уже 2 или 3 года подряд чемпионы? Два года подряд мы стали победителями традиционного корпоративного турнира. Поэтому определенный опыт подготовки у нас есть. В спорте принято выигрышные тактики, стратегии не менять. Поэтому ничего нового в подготовку к команде внесено не было. Готовились как обычно. Но это 2 недели тренировок, месяц? Да нет, месяца 3-4 регулярных тренировок на прекрасном баскетбольном паркете Дворца спорта. Кто едет на турнир? Кто участники турнира? Сколько их? В этом году, как и в прошлом, 10 команд-участниц. Изменений в составе по участникам нет. Это традиционно все 4 трубных российских завода, плюс подразделение трубной металлургической компании на территории России. Перечислять на армию. Турнир будет проходить в течение трех дней. Завтра он стартует и завершится только в воскресенье. Есть какие-то нововведения? Из нововведений нужно отметить, что впервые в этом году состоится конкурс снайперов по трехочковым броскам, который состоится перед традиционным матчем «Звезд Восток-Запад». Остальное, в принципе, все, как и было раньше. Уже распределены, кто с кем играет? То есть, вообще, как будет проходить турнир? Ну, схема турнира такая же, как в прошлом году. На первом этапе все 10 команд разбиты на три подгруппы. По итогам первого раунда два победителя от каждой группы выходят в следующий раунд. образуют две подгруппы по три команды. Между собой сыграв, они определяют финалистов и игроков, и команды, которые будут бороться за третье место. Остальные команды разыграют места седьмое и по десятое. Вот такая система розыгрыша. Ну, мы знаем, что организаторы позаботились и о болельщиках. Зрителей ждет очень много сюрпризов. Ну, всех сюрпризов выдавать, наверное, не стоит до начала турнира. Но один из сюрпризов – это то, что в матче «Звезд» будут принимать участие актеры, которые сыграли в фильме «Движение вверх», который триумфально прошел по киноэкранам России. Значит, будет устроена автограф-сессия. Все желающие могут с ними пообщаться, сфотографироваться на память. Все это будет проходить в фойе «Дворца спорта». Болельщиков можно всех пригласить. Кто хочет, может пообщаться со «Звездами кино». Мы знаем, наши коллеги – это редакция сайта «Божополь.рф», она организует онлайн-трансляцию. Это вот тоже такая традиция, да? Ведь уже три года подряд предоставлять возможность болельщикам где-то в обеденный перерыв, где-то дома подсмотреть, как же играют полевчане. Да, это очень удобно. И по отзывам наших коллег, которые приезжают из других городов, когда потом они общаются со своими родственниками, друзьями, они тоже очень рады видеть своих родственников, своих коллег, как они выступают на нашей земле полевской. Ну, мы знаем, что вы, как принимающая сторона, как организаторы мероприятия, все-таки готовы показать свою игру и турнир в целом всем и каждому, кто желает приобщиться к спорту. Я приглашаю всех болельщиков на турнир. Будет интересно. Расскажите, как оцениваете все-таки тогда свои шансы в этом году? Ну, трудно оценивать шансы среди такого количества команд. Традиционно 5-7 команд всегда можно назвать фаворитами. Ну, перед нами, как обычно, стоит задача, конечно, победить. Но игра покажет. Будем стремиться к победе. Кто главный соперник? Все равно ведь уже прошла жеребьевка. Смотрели, видели. Ну, еще раз скажу, что определяя главного соперника, можно очень легко ошибиться. Потому что в том году даже такой сильный соперник, как команда Волгского трубного завода, они не попали в призеры. Хотя в позапрошлом году мы с большим трудом у них выиграли в финале. Поэтому делать прогнозы в спорте – дело неблагодарное. Все раз говорю, повторюсь, мы готовы к самым высоким достижениям. Ставимся перед собой такую цель. То есть вы как капитан настраиваете команду на успех? Ну, я думаю, что наших игроков настраивать не надо. Все кипят, все заряжены на победу. Кто представляет команду Полевского? Самые, может, известные имена? Ну, состав у нас практически не изменился. У нас всего один человек новый. Поэтому все, кто приходил в прошлом году на игры, не увидят тот же состав, в принципе. То есть у нас на сегодня такой, я бы сказал, сплав опыта и молодости. Есть игроки, которые достаточно давно выступают, а есть 2-3 года, которые начали выступать только здесь, когда турниры начали проводиться здесь, на нашей площадке. Поэтому приходите, увидите. А что дают вообще такие корпоративные турниры, когда спортсмены, любители спорта съезжаются со всех заводов ТМК, дабы сразиться вот на спортивной площадке? Ну, кроме спортивного результата, всегда радует такая возможность пообщаться с коллегами из других заводов на какие-то производственные темы, обсудить проблемы. Они в общей принципе. И как решаются на других заводах, можем узнать вне кабинетов, на встречах без галстуков. Это очень полезная информация, и всегда мы ею пользуемся. Ну и формирование того самого командного духа. Да. Корпоративный климат – это очень важно. Большое спасибо вам за беседу. Желаем вам удачи и только побед. Спасибо. Это была программа «Актуальная тема». Смотрите нас каждый четверг в эфире телекомпании «Одиннадцатый канал» и оставайтесь в курсе новостей жизни Полескова. А прямо сейчас продолжит эфир нашего телеканала «Традиционное спортивное обозрение» от Максима Исаенко. До свидания.